Добрый день, дорогие читатели! 2 сентября исполняется 87 лет со дня рождения советского и российского актера, театрального режиссера, поэта и писателя Валентина Иосифовича Гафта. На счету знаменитого артиста почти 200 орлей в кино, среди которых «Мастер и Маргарита», «Гараж», «Визит к Минотавру», «Чародеи», «Жизнь Клима Сымгина», «О бедном гусаре замолвите слово», а также более 40 образов в театре. Валентин Гафт известен и как поэт. Многим читателям знакомы его эпиграммы, небольшие сатирические стихотворения, высмеивающие людей или общественные явления. Но у Валентина Иосифовича есть также лирические и философские стихотворения. Сегодня речь пойдет о тонкостях поэзии Гафта. «Пришедший к нам из будущего день, став настоящим, суматошным, взглянул на нас, шапченку на бекрень, дождался ночи и стал прошлым». Валентин Гафт в последние годы жизни отдавал предпочтение литературной деятельности. Он воспринимался публикой как мастер поэтических моноспектаклей. Авторитет Гафта-поэта и сегодня, когда его уже нет живых, настолько высок, что он воспринимается современниками как живой классик. Начиналось литературное творчество Валентина Иосифовича словно бы понарошку. Писать он начал еще в 1969 году для театральных капустников-современника. В середине 80-х годов XX века в театре шел спектакль «Дилетанты». В это время современник пополнили три новых артиста, которые ушли из театра на Таганке – Леонид Филатов, Вианин Мин Смехов и Борис Хмельницкий. Все они писали, читали и пели. Тогда Валентин Гафт, непременный участник театральных капустников-современника, и предложил сделать живой спектакль-концерт, где пишущие и поющие актеры могли бы показать зрителям свое творчество. Название спектаклю «Дилетанты» тоже придумал Гафт. Название указывало на то, что для актеров поэзия и песня не основной род деятельности, но никак не принижало качество того, что они демонстрировали публике. Изначально Гафта знали в основном как мастера эпиграммы. В этих коротких стихах сочетаются сатира и юмор. Теза, антитеза, парадокс – таков алгоритм текстов поэта. «Я хотел лишь одного – рассмешить. Писал эпиграммы только на очень талантливых людей», признавался поэт. Эпиграммы Гафт посвятил многим известным артистам – Армену Джигарханяну, Зиновию Герту, Льву Дурову, Владимиру Высоцкому, Наталье Белохвостиковой, Леониду Юрмольнику, Игорю Кваше, Лии Ахиджаковой, Сергею Юрскому, Савелью Краморову, Александру Абдулову, и это далеко не полный перечень. Одни были оскорблены, другие принимали стихи восторженно. Прочитаем несколько эпиграмм. Савелью Краморову. «Теперь он не косит, а смотрит прямо, на родину свою издалека. Не думаю, что стал умнее там он, но мы ценить умели дурака». Лии Ахиджаковой. «Нет, совсем не одинаково, все играет Ахиджакова, но доходит не до всякого, то, что все не одинаково». Актриса рассердилась на Гафте за такое посвящение. Однако сам артист на это мгновенно парировал. «Ну чего обижаешься? Ты всегда играешь одинаково хорошо». Слава Гафте, как первого эпиграмиста России, вполне заслужена. Когда эпиграммы еще только ходили в списках, читатели восхищала смелость суждений поэта. Многие краткостишие были, что называется, на грани фола. И это при том, что там не было непристойной лексики или других шокирующих вещей. Скандал никогда не был целью для Гафта. Зато поэт мастерски, виртуозно использовал двусмысленность как литературный прием. Сергею Юрскому. «Я пьюрскому для большего эффекта, прибавив чувств, убавил интеллекта». Долгое время лирические стихи Гафта пребывали в тени его гениальных эпиграмм. Но стихотворения с посвящениями, написанные к юбилеям и ко дням памяти друзей, наглядно продемонстрировали публике, что и простые стихи вполне подвластны перу артиста. Так Гафт поборол приклеившийся к нему ярлык писателя единственного жанра. Одно из самых известных и пронзительных стихотворений Гафта на смерть Алексея Габриловича, советского и российского кинорежиссера. Живых все меньше в телефонной книжке, звенит в ушах смертельная коса. Стучат все чаще гробовые крышки, чужие отвечают голоса. Но цифр этих я стирать не буду и рамкой никогда не обведу. Я всех найду, я всем звонить им буду, где б ни были они, в раю или в аду. Пока трепались и беспечно жили, кончались денно-нощные витки. Теперь о том, что не договорили, звучат как многоточие гудки. Лирика Валентина Гафта предметна и осязаема. Стихотворения часто вращаются вокруг какой-то одной точки, вещи или живого существа. Но это не сужает образное мышление и философию поэта. Читая произведения Гафта, можно заметить, что у него очень много стихов о животных, и поэт пишет о них с любовью. Например, бык, жираф, волк, кот, слон. Но самое известное, конечно, пес. Стихотворение прозвучало в фильме «Елки-3». Отчего так предан пес? И в любви своей бескрайн. Но в глазах всегда вопрос, любит ли его хозяин. От того, что кто-то сек. От того, что в прошлом клетка. От того, что человек предавал его нередко. Я по улицам брожу, людям вглядываюсь в лица. Я теперь за всем слежу, чтоб как пес не ошибиться. Подробно раскрыта в творчестве Гафта тема театра и актерского творчества. Здесь можно вспомнить стихи. Всем известна жизнь театр, трагедия, реприза. Если в спектакле одинаково важны все герои, то в поэтическом аналоге появляется возможность показать свою роль как самую главную. Есть стихи Гафта и о ролях несыгранных, и тогда это восполнение в слове несбывшейся мечты. Например, Гафт не играл на сцене Треплева из «Чайки Чехова», а стихотворение, написанное поэтом от имени Треплева есть. Иногда у Гафта и сама жизнь сравнивается с театром. Пример тому очень емкое, но жесткое стихотворение «Занавес». Жизнь и занавес открылся. Это человек родился. Был веселым первый акт, но когда он удавился, даже свет не притушился. Хоть бы сделали антракт. Тема любви в поэзии Валентина Гафта всегда сопряжена с темой судьбы, грусти, одиночества и боли. Надо заметить, что любовной лирики в его творчестве очень мало, но есть прекрасные стихи «Я и ты», «Вагон», «Свадьба», «Скажи, ты женщина или фея», «Восторг» и невероятно грустная «Вечер не вечность». Вечер не вечность промчится, как миг новогодний. Снег, поискрившись, сойдет, не оставив следа. Знаю, что очень люблю, что люблю тебя очень сегодня. «Завтра, быть может, не будет уже никогда». Сборники Валентина Гафта обычно составлены многогранно. Помимо стихов и эпиграм, в книгах много сопутствующей прозы. Это и тексты коллег по цеху о личности Гафта. О нем высказывались Ролан Быков, Эльдар Рязанов, Лия Ахиджакова, Игорь Кваша. И рассказы поэта о своих друзьях. И, конечно, кусочки его автобиографии я вспоминаю. «Взгляд актера на окружающую действительность сочетает в себе иронию и беспощадность». «В коротком стихотворении обязательно должен быть контраст», — говорил Валентин Гафт. И, конечно, он артистически все это обыгрывал. «Артист, я постепенно познаю, какую жизнь со мной сыграла шутку злую. Чужую жизнь играю, как свою. И стало быть, свою играю, как чужую». Поэтическое слово имеет громадное значение, оно расширяет воображение. А для чего нам это нужно? Чтобы подсознательно проверить сегодняшние отношения людей друг с другом, происходящие вокруг события, даже в стране и в мире. Ведь все это очень связано. Понимаете, иногда две строчки открывают мир, как драгоценный ключ», — утверждал Валентин Гафт. «Сложно не согласиться с поэтом». На этом наш рассказ подходит к концу. Надеемся, вам захотелось обратиться к поэзии Валентина Иосифовича Гафта. Актер Александр Филипенко предлагал расшифровать фамилию артиста и поэта как гениальный автор феноменальных текстов. И правда, Гафт действительно большой мастер краткостейший. В завершении прозвучит еще одно прекрасное короткое произведение поэта «Мосты». Я строю мысли на мосты, их измерения просты. Я строю их из пустоты, чтобы идти туда, где ты. Мостами землю перекрыв, я так тебя и не нашел. Открыл глаза, а там обрыв. Мой путь закончен, я пришел. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч! Продолжение следует...